И так каждый второй о санитарных книжках не слышали, уголки потребителей и документы оформить не успели. Вот эти бумажки, которые вы понаклеили, которые называются у вас якобы ценниками, есть правила торговли, постановления правительства, номер 55, от 98 года. Они заполняются в рамках этих правил. Пункт 19, почитайте внимательно и все поймете. Это такие нарушения, которые вообще у вас не должны быть. И самое основное – полный пакет документов. Но действовать методом убеждения в этом году не будут. Самый доходчивый урок – штраф. В первый раз сумма небольшая, но каждый следующий ощутимо ударит по карману нарушителей. Каждый, кто вышел за территорию своего объекта, находится на муниципальной земле, чтобы сегодня были составлены на каждого протокола, на каждого, кто нарушил действующие законы. Люди не могут пройти на пляж, увидеть, что тут происходит вообще. А что-то штрафовать этот объект. Еще нет и 11 утра, а в местном магазинчике легко продают пиво, намекая, что им закон не писан. Но звонок в полицию быстро отрезвляет. Мини-маркет. Реализация пива в нестационарном торговом объекте. Стражи порядка составят протоколы по двум статьям. Нарушение временного режима и незаконная реализация алкогольной продукции. А весь хмельной товар изымут. Такую практику мы будем вести весь сезон. Каждый день мы будем отрабатывать все наши нестационарные объекты, которые нарушают действующее законодательство. На особом контроле у нас будет стоять весь Пионерский проспект. Все проходы, все до одного, ежедневно будут работать мобильные группы, в состав которых будет ходить муниципальный контроль, управление торговлей, сотрудники полиции. Нарушители уже почувствовали на себе. В этом году к ним особое внимание. С 1 июня в Анапе работает свыше 30 мобильных групп. Бескомпромиссное требование властей, торговля в рамках закона.